уважаемые друзья здравствуйте сейчас мы вам расскажем о болезнях вызываемые недостатком питательных веществ так называемый болезнь голодания обеспеченность растения всеми необходимыми для него элементами питания одной из главных условий его продуктивности отсутствие в почве или недостаточное поступление в растение того или иного элемента питания может вызвать серьезные нарушения в его развитии внешне это выражается в изменении внешнего вида растений это карликовость недоразвитость и так далее так и проявление характерных для данного вида голодания симптомов изменение окраски определенных органов некрозов на листьях и голодание растения не всегда связано с отсутствием или недостаточным содержанием данного элемента в почве важное значение имеет формы доступные или недоступны для растения в которых он находится это большей степени зависит от свойств почвы и и кислотности влажности а также состава микрофлоры что приходится учитывать при проведении защитных мероприятий предупредительных или лечебных случае болезни голодания особенно при недостатке микроэлементов температура почвы и и влажность оказывает прямое влияние на интенсивность минерального питания растений на очень холодных почвах возможно азотное или фосфорное голодание даже при хорошей обеспеченности их азотом и фосфором симптомы дефицита того или иного элемента питания проявляется у большинства видов растения более или менее сходными признаками однако это бывает не всегда кроме того следует отметить что одни и те же или сходные признаки могут быть вызваны дефицитом совершенно различных элементов питания азота фосфора или азота и меди магния железа и так далее болезни возникающие в результате нарушения питания можно предупредить если знать потребность растений в основных элементах питания и выполнять все правила агротехники визуально наблюдаемые симптомы дефицита азота растения отстают в росте листья становятся мелкими и приобретают бледно-зелезную окраску у огурца и томата стебли становятся более жесткими волокнистыми и тонкими у плодовых деревьев замедляется рост листья постепенно теряет зеленую окраску и желтеют пожелтение распространяется до верхушечных листьев молодые листья не достигают нормального размера черешки их отходят от побега под острым углом побеги теряют эллистичность и приобретают красновато-бурую окраску при остром азотном голодании значительно уменьшаются размеры плодов иногда непреждевременно осыпаются азотное голодание плодовых деревьев может усилиться при высокой частоте почвы избыток азота вызывает сильный рост вегетативной массы листья становятся большего размера сочными с темно-зеленой окраской растения жируют что приводит к снижению образования плодов задержки их созревания проблеме окраски зрелых плодов и к недобору урожая растения становятся менее устойчивым к болезням кроме того при избытке азота в растениях и плодах накапливается опасное для организма человека нитритин особенно при пониженных температурах и недостатки света следующий элемент это фосфор недостаток фосфора замедляет развитие растений особенно образование репродуктивных органов на листьях и их жилках образуется красноватые или фиолетовые пятна или полосы у плодовых деревьев недостаток фосфора замедляет рост побегов вызывает узколистность жилки листья листа приобретают красноватый оттенок черешки становятся прямо стоячими иногда на них появляется красноватый оттенок побеги приобретают неестественную красную или бронзовую окраску особенно в холодное лето плоды уменьшаются как по диаметру так и по длине многие из них деформируются на растениях образуется меньше плодов задерживается также время уборки урожая избыток фосфора встречается редко и не вызывает хронических изменений в растениях по некоторым данным излишний фосфор мешает поглощению железа и цинка следующий элемент это калий недостаток калия проявляется в виде отмирания ткани в первую очередь на более острых листьях по периферии листовой пластинки по-другому еще называет краевой ожог листьев у плодовых деревьев наблюдается небольшое побледнение листьев очень сходное с признаками слабой недостаточности азота при незначительном дефицита калия на деревьях иногда закладывается необычайно большое число мелких плодовых почек они нормально развиваются и цветут но образующиеся плоды оказывается очень мелкими на винограде при остром недостатке калия наблюдается покоричневение и отмирание листьев калийное голодание растений может усилиться при избыточном внесении почву кальция и магния увеличивает потребность в калийных удобрениях и известкования кислых почв при избытке калия растения хуже сваевой бор цинк марганец и аммиачный азот листья приобретают темно-зеленую окраску измельчаются и рост растений замедляется недостаток кальция замедляет рост кольней даже при незначительном его дефицит и кончики кольней прекращают рост и остаются очень короткими напоминая обрубки при острым дефицит и кальция корни отмирают начиная с кончиков на надземных органах признаки голодания кальцием проявляется лишь при очень острым недостатки и выражается в замедлении роста мельчание листьев и образование на них некротических пятен заболевание проявляется обычно на молодых иногда только что завершится плодах поражение начинается с небольшого более темного чем здоровая ткань водянистого пятна на вершине плода разрастаясь пятна темнеет и несколько выдавливается сохраняя складчатость пораженный плод остановится твердым и сухим характерный признак магниевого голодания между желковый хлороз начинающих всегда на нижних листьях при недостаточном поступлении в растение магния его используют главным образом молодые растущие листья где идет процесс образования холорофила и когда возникает дефицит магния в зрелых листьях развивается межелковая пожелтение и в зависимости от вида растений и сорта межелковые ткани становятся желтыми оранжевыми красными фиолетовыми и так далее сильное магниевое голодание плодовых деревьев приводит иногда к преждевременный образ саманию листьев недостаток железа проявляется в виде хлороза листьев главным образом loud растениях яблони груши винограде и малини при этом кончики листьев сначала остаются зелеными потом пожелтение распространяется от основания листа на взрослых растениях возле основания листьев развивается пожелтение между жилками дефицит бора отмечается чаще на карбонатных или заболоченных почвах на кислых почвах после их извискования и сухую жаркую погоду наиболее характерный признак дефицита бора отмирание точки роста у томата чернеет . роста стебля листья становятся узкими скривленными края их завидают и отмирают у плодовых деревьев наиболее характерным симптомом недостатка бора является опробкувение плодов рассматриваемые сейчас нами симптомы голодания растений не исчерпывает конечно всех возможных случаев и является лишь наиболее типичным наиболее часто встречающимся нарушения в растительном организме вызванные неинфекционными причинами ослабляют растения предрасполагать его к последующему развитию на нем инфекционного заболевания другими словами к развитию так называемого сопряженного патологического процесса например недостаток калия в почве резко снижает устойчивость картофеля к фитофторе у моркови и у других корнеплодов к гнилям при хранении крыжовника к мучной сиросе и другие таким образом уважаемые друзья применение удобрений важнейшие условия получения высоких и качественных урожаев овощных полевых и плодовых и формирование красивых декоративных растений и необходимо учитывать что все растения по требовательности к условиям почвенного плодородия условно разделяется на несколько групп очень требовательные требовательные и средне требовательные овощные культуры потребляют значительно больше питательных элементов чем другие культуры также при разработке систем удобрения под овощные культуры все в обороте важное значение имеет правильное сочетание органических и минеральных удобрений органических удобрений этот навоз торф сидираты улучшая физические и физико химические свойства почвы обеспечивает дополнительное питание растений минеральными элементами и углекислым газом усиливают биологические процессы в почве уважаемые друзья своевременное и правильное применение различных макро и микроэлементов в виде удобрений а также органических удобрений будет обеспечивать вас качественным и хорошим урожаем удачного урожая вам уважаемые друзья